Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не являетесь подписчиком нашего канала, советуем подписаться. Ведь на нашем канале вы найдете большое количество интересного и полезного материала о том, что касается выбора поддержанного автомобиля. В том числе и обзора на машины, причем не только в формате тест-драйвов, но и обзоры технического плана, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их снизу, на подъемнике. Ну а герой нашего сегодняшнего обзора из серии, на что обращать внимание при покупке поддержанного автомобиля, это кроссовер, некогда очень популярной японской фирмы Honda. Эту машину покупали и новые в салонах официальных дилеров, но намного больше экземпляров на вторичном рынке представлено автомобилями завозными. Если мы говорим про территорию от Урала до Дальнего Востока, скорее всего, вы столкнетесь с большим количеством праворульных модификаций этой машины. Ну а на Западе были в том числе популярны и кроссоверы, ввезенные из США. Встречайте, Honda CR-V второе поколение. Honda CR-V первого поколения – это автомобиль, который прожил хоть и не особо долгую по нынешним меркам, но довольно яркую конвейерную жизнь. Эта машина выпускалась с 2001 по 2006 годы. В 2004 автомобиль подвергли рестайлингу, основным изменением которого можно назвать смену коробок передач. Если говорить о российском рынке вторички, то в основной массе силовые агрегаты на этих автомобилях представлены двумя моторами, объемом 2 и 2,4 литра, оба бензиновые. Что касается коробок, здесь есть небольшая разница. На дорестайлинговых машинах могла устанавливаться либо 5-ступенчатая механика, либо 4-ступенчатый классический автомат. На рестайлинговых автомобилях автомат стал 5-ступенчатым, ну а механика, соответственно, получила 6-ю передачу. Что касается типов привода, на европейских автомобилях у вас будет безальтернативный полный привод, в то время как редкие завозные американцы могут иметь привод только на переднюю ось. Поэтому, если вы покупаете Honda CR-V, не проморгайте этот момент. Обидно будет, заплатив за полноприводную машину, остаться с передком. Наш сегодняшний экземпляр – это рестайлинговый автомобиль 2006 года выпуска. Машина, что называется, дилерская. Под капотом 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 лошадиных сил, а коробка передач – 5-ступенчатый автомат. Ну а привод, разумеется, полный. По традиции обзор мы начнем с разговоров про кузов автомобиля, про то, как он окрашен и про то, насколько хорошо или наоборот он сопротивляется коррозии. В том, что касается качества и толщины их красочного покрытия, здесь все стандартно для большинства японских автомобилей. В основной массе кузов Honda CR-V продемонстрирует значение от 90 до 140-150 микрон, если вы будете проверять его соответствующим прибором. Про качество окраса можно только сказать, что оно достаточно хорошее. Уж точно не хуже, чем у многих одноклассников. И даже возрастные автомобили, бывает, демонстрируют еще вполне приемлемый внешний вид. Если говорить про стойкость кузова к коррозии, то следует иметь в виду, что самые молодые CR-V этого поколения уже разменяли 16 лет. Соответственно, найти такой автомобиль полностью в заводском окрасе – задача из задач, с которой справиться может далеко не каждый. Но даже если вы и найдете подобный автомобиль, это далеко не обозначает, что он не будет требовать покраски сразу после покупки. Так вот, что стоит иметь в виду? Изначально с коррозионной стойкостью у второй генерации все обстояло куда лучше, чем у автомобилей первого поколения. И также намного лучше, чем у многих своих одноклассников того времени. Но годы эксплуатации, следы аварий и ремонта после этих аварий свое дело неизбежно делают. Поэтому при осмотре подобного автомобиля обязательно проверяйте практически все основные места, характерные для любых других автомобилей. Посмотрите на внутренние кромки дверей, на состояние порогов, на места стыковок металла кузова с пластиковыми подкрылками, например. Обратите внимание на то, в каком состоянии прибывает у вас пятая дверь. И при этом нужно обращать внимание не только на состояние пятой двери в плане ржавчины, но также и на то, насколько провисли или не провисли петли этой самой двери. Особенно, если она имеет на себе запасное колесо. Кроме того, при осмотре Хонды ЦРВ второго поколения будет не лишним пристально изучить моторный отсек. В частности, брызговики и их состояние на предмет не только следов возможной деформации после ДТП, но и на предмет поражения коррозии. Ну и разумеется, этот автомобиль ни в коем случае нельзя приобретать без предварительного его осмотра снизу. Обратите внимание на то, в каком состоянии прибывают пороги и днище кузова. По этим автомобилям иногда бывают сюрпризы. Что касается салона и электрооборудования. Хонда ЦРВ второго поколения это очень и очень простой и незамороченный в этом плане автомобиль. Соответственно, и каких-либо характерных болячек здесь по большому счету нет. А если встречаются, то довольно мелкие и возрастные. Так что, когда вы смотрите подержанный экземпляр ЦРВ, проверьте, особенно проверьте такие вещи, как дверные замки. Как раз вот эти моменты периодически греют голову собственникам автомобилей. Также не лишним будет обратить внимание на то, чтобы у вас исправно работало электрооборудование в виде стеклоподъемников и подогревов зеркал. Климатическая установка на этих автомобилях может досаждать такими моментами, как лишний шум вентилятора-отопителя. Ну и, собственно говоря, это единственное, что с ней может быть не так. А вот по кондиционеру лучше проверить. Поскольку на этих автомобилях достаточно часто встречается дефект трубок системы кондиционирования, который приводит к утечке из системы фреона. Ну а потом, собственно говоря, уже перестает работать и сам компрессор кондиционера. Так что, если вы не поклонник езды летом с открытыми окнами, работоспособность системы кондиционирования проверяйте обязательно. Также из мелочей по салону, из нашей практики, можно отметить, что достаточно часто на этих автомобилях попадаются сломанные фиксаторы разного рода крышечек, бардачков, очечников и так далее. Так что при осмотре автомобиля убедитесь, что все это открывается и исправно закрывается. Что касается моторов, которые могут находиться под капотом Honda CR-V этой генерации. Здесь было два двигателя, которые относятся к одному семейству. Собственно говоря, между собой они незначительно различаются деталями поршневой группы, в частности, ходом поршня, длиной шатуна, ну и чуть-чуть конфигурации впускного коллектора. Эти двигатели носят маркировку K20A4 и K24A1. Кстати, на разные рынки компания Honda могла поставлять варианты таких моторов с разными суффиксами. A4, A1, вот это оконцовка. Если вы смотрите для себя контрактный мотор на замену своему почившему ввозе агрегату, убедитесь, что вы покупаете двигатель, маркировка которого до последнего символа совпадает с вашим. В противном случае при переоформлении подобного двигателя в ГИБДД могут возникнуть проблемы, поскольку в данном случае сотрудник сможет истрактовать различия в маркировке одного и того же с виду мотора, как различия в типах силового агрегата, что уже недопустимо. Если говорить про эти двигатели, в общем и в целом они представляют собой рядную четверку с алюминиевым блоком цилиндров. Двигатель объемом 2 литра выдает мощность 150 лошадиных сил, 2.4 чуть помощнее в лошадях, около 160, но при этом более тяговитый. Крутящий момент повыше и едет машина с таким мотором резвее, хотя и не настолько, чтобы целенаправленно гоняться за 2.4 версией. Тем более, что моторы 2.4 встречаются в основном либо на американских завозных автомобилях, где фаренгейты на климат-контроле и, соответственно, мили на спидометре, либо на японских праворульных машинах. На дилерских европейках, которые официально продавались у нас в стране, 2.4 моторов нет. Что касается привода ГРМ, то на этих моторах он цепной. Цепь это выхаживает свыше 200 тысяч километров и, как правило, владельцев автомобилей особо не беспокоит. Зачастую ревизию ГРМ наводят уже при, например, замене маслосъемных колпачков или колец, когда примерно подходит срок залезть в двигатель с целью его переборки. Периодически, бывает, конечно, вызывает вопросы непосредственно сам фазовращатель. Система здесь есть, на впускном распредвалу носится на наименование IFTEC. Но чаще проблема по ней связана с подтеками масла через уплотнение этого самого клапана в ТЭК. Меняйте резиновые колечки и дело в шляп. Гидрокомпенсаторов зазоров клапанов на этих двигателях, кстати, нет, поэтому регулировка зазоров должна осуществляться вручную. И делать это нужно раз в 40, ну, край 50 тысяч километров пробега. Если же предыдущий собственник пренебрегал этой процедурой, да еще и любил пореже менять масло, как можно дольше выкатывая на непонятно каком горюче-смазочном материале пробегить до замены, то, соответственно, вполне возможно, именно на вашу долю выпадет необходимость поставить сюда новый выпускной распредвал, износ которого, в принципе, можно назвать ахиллесовой питой данных силовых установок. Соответственно, если вы смотрите подобный двигатель и мотор отчетливо стучит при работе, вяло реагирует на педаль газа и так далее, ну, можно предполагать, что в данном случае регулировкой клапанов вы можете и не отделаться. Поэтому к такой силовой установке следует проявить более пристальное внимание. В общем и в целом, ресурс этих силовых установок до того, как потребуется первое вмешательство, порядка 350 тысяч километров пробега. Естественно, история знает случаи, когда двигатели выхаживали как намного меньше, так и намного больше. В данном случае все, конечно, упирается в интервалы обслуживания и в использование масла хорошего качества. Кстати, эти двигатели вполне могут масло подъедать, но, как правило, подобные вещи связаны либо с износом, либо старением банальным маслосъемных колпачков, либо с предшествующим перегревом, поскольку данные моторы перегрева, как и любые другие агрегаты с алюминиевым блоком, не особо-то любят. По большому счету, к большим пробегам эти двигатели, ну, если абстрагироваться от именно механических проблем с тем же распредвалом, могут огорчить, ну, разве что течами масла. Как правило, это либо клапанная крышка, либо сальники коленвала. Чаще, конечно, коренной, но встречаются и течи масла по переднему сальнику коленничества вала также. Поэтому при осмотре этого автомобиля обращайте внимание на сухость силового агрегата. Кстати, при осмотре Хонбе ЦРВ, при взгляде под капот, также обратите внимание на то, чтобы не было следов течи масла ни с самого насоса ГУР, ни со шлангов системы гидроусилителя руля, ни, собственно говоря, с самой рейки, которую на этих автомобилях в связи с ее характерным расположением, конечно, проще увидеть сверху, нежели с ямы. Что касается ресурса рулевой рейки, забегая вперед, скажем так, он средний, не особо большой, но и не особо маленький. Рейки, единственное, что имеют как раз-таки склонность с большим пробегом начинать подтекать маслом. Так что обратите внимание на то, чтобы рейка была сухая, ну и, конечно, проверьте ее на наличие люфтов. Что касается коробок передач, на Хонду ЦРВ в этом поколении могла устанавливаться как механическая, так и автоматическая трансмиссия. Механических коробок было две, на дорестайлинговых автомобилях она была пятиступенчатая, на рестайл начали ставить шестиступку. Эти коробки не отличаются какими-либо особыми проблемами. Выхаживают они очень большие пробеги и служат исправно. Естественно, в механической коробке, так же, как и в автомате, нужно время от времени менять масло. И лучше делать это регулярно. Единственное, чем может расстроить механика на ЦРВ второй генерации, это не очень четкими ходами рычага к большому пробегу. Да и к педали сцепления. Возможно, придется попривыкнуть, но это субъективное мнение. Что касается автоматических коробок, как в нашем случае, то на этих машинах коробки по хондовской традиции слегка отличаются по своей конструкции и, скажем так, наполнению от коробок передач у прочих автопроизводителей. И в данном случае нельзя сказать, что это плохо. Коробки четырехступенчатые устанавливаемые на дорестайлинг до первых проблем, связанных, например, с соленоидами гидроблока либо с обгонной муфтой второй передачи, могут проехать порядка 250-300 тысяч километров. Что касается вариации на пять передач, которая устанавливалась на рестайлинговые машины, там ресурс компонентов трансмиссии слегка поменьше, где-то в районе 150-180-200, в зависимости от того, как ездить. Естественно, продлевает срок службы трансмиссии разумный подход к эксплуатации автомобиля без резких ускорений, дерганий и постоянных пробуксовок и регулярная замена рабочей жидкости. Желательно, не реже, чем раз в 50-60 тысяч километров пробега. При осмотре автомобиля, конкретно на этапе тест-драйва автомобиля, обратите внимание на то, как работает автоматическая коробка передач. Несмотря на то, что старинные, в хорошем смысле этого слова, автоматические коробки Honda CR-V не отличаются какой-то повышенной скорострельностью и ждать от них переключений, подобно DSG, коробкам за долю миллисекунды, конечно, не приходится. Но, тем не менее, трансмиссия при спокойной езде должна отрабатывать плавно. Каких-либо явных задержек при включении передачи, запаздываний в работе и, естественно, тычков, пинков и ударов при смене передач быть не должно. Что касается подвески Honda CR-V, то здесь стоит помнить о том, что данный автомобиль – это все-таки машина, рассчитанная на езду по асфальтовым дорогам. И ни в коем случае не внедорожник. Это касается, собственно говоря, взаимосвязи между режимом эксплуатации и ресурсом компонентов подвески. Из интересного и особенного, что можно отметить по поводу ходовки CR-V, это, например, интересно выполненные шаровые опоры, которые впрессовываются в данном случае не в рычаг, а в ступицу. И по задумке производителя должны меняться вместе с ней же, со ступицей. Интервал замены этих самых шаровых опор в некоторых случаях около 100 тысяч километров пробега плюс-минус. Но, естественно, в наших реалиях шаровую опору можно выпрессовать и заменить отдельно. Стоит отметить, что на Honda CR-V достаточно редко попадаются какие-либо проблемы, например, со втулками переднего стабилизатора, поскольку вот он-то как раз на этом автомобиле не по асфальтовому мощен. Ресурс амортизаторных стоек плюс-минус 100 тысяч километров, тем более, если мы говорим о 16-летних автомобилях, и более эти компоненты, скорее всего, предыдущий хозяин уже поменял, а, возможно, не один и не по одному разу. Поэтому говорить о каком-то заложенном с завода ресурсе, тем более на неоригинальных деталях, здесь не приходится. Смотрите по обстановке. Также имейте в виду, что у Honda CR-V, несмотря на то, что с тормозной системой по части благополучия трубок или, например, блок АБС, все стоит очень и очень даже хорошо, но могут возникать проблемы непосредственно с суппортами, с тормозными суппортами. Поэтому возьмите за правило при каждой замене колодок суппорта обслуживать, профилактически разбирать их, смазывать направляющие, набивать новую смазку и менять резиновые уплотнения, ну, как, собственно, и пыльники. В случае же, если вы будете пренебрегать обслуживанием суппортов, то все последствия в виде таких прелестей, как закисшие направляшки или коррозия непосредственно поршня суппорта не заставят себя долго ждать. Что касается задней подвески Honda CR-V, то здесь, в принципе, особенность. Оно же слабое место, одна единственная, и касается она задних пружин. По мере того, как пружины теряют былую жесткость, и машина начинает осаживаться, задние колеса на CR-V имеют свойство становиться домиком. Поэтому в данном случае вариантов несколько. Первое – это поменять, собственно, пружины на новые. Но если пружина еще может походить, то вот этот эффект колеса домиком можно компенсировать за счет установки на машину неоригинальных, подчеркнем это, регулируемых рычагов. Стандартная рекомендация при осмотре поддержанного экземпляра – проверьте работоспособность стояночного тормоза. Проблемы с ручником на Honda CR-V попадаются нередко, особенно на машинах с автоматом, где им крайне редко пользуются. Если говорить о системе полного привода, то при осмотре полноприводной модификации, а с вероятностью 99% вы как раз такую машину и будете рассматривать для покупки, обязательно обратите внимание на то, в каком состоянии у вас прибывает кардан и все, что с ним связано. Не люфтят ли крестовины на кардане и жив или требует замены подвесной подшипник. Что касается самой системы полного привода, на CR-V второго поколения эту систему можно назвать чисто механической. Здесь установлена так называемая муфта DPS – Double Pump System – система двух насосов. Один из них приводится от кардана, второй – соответственно, вращением задней оси. В случае, когда появляется разница в скорости вращения двух насосов, смыкаются фрикционы муфты, и автомобиль у вас получается полноприводным. Из плюсов этой системы – это простота, которая, собственно, и обуславливает ее надежность, хотя работоспособность полного привода, тем не менее, проверить стоит, если речь идет об автомобиле, которому 16 или более лет. Но к минусам этой системы можно отнести тот факт, что задние колеса, во-первых, вступят в работу только при пробуксовке передней оси, что, в общем-то, дает шанс закопаться в случае, если вы преодолеваете какое-то препятствие в виде, например, очень зыбкого грунта в грязи. А второй момент – включение это происходит не особо-то плавно. И при этом, в случае, если вы находились на дуге поворота, решили поддать газу, и машина вдруг у вас стала полноприводной, готовьтесь к корректирующим действиям рулем. В общем, при езде по дорогам со скользким покрытием, особенно с поворотами на ЦРВ этой генерации, стоит быть внимательным и сосредоточенным. Хотя на рестайлинговых автомобилях в перечень обязательного оснащения была включена система стабилизации, как раз-таки призванная сгладить некоторые шероховатости схемы 4ВД. Но, по большому счету, если вы купили такую машину в исправном состоянии и не будете по ходу эксплуатации перегревать муфту и мучить ее ударными нагрузками, то, по большому счету, служить она у вас будет долго и исправно. Итак, какой вывод можно подвести под все вышесказанное про Хонду ЦРВ второй генерации? Имеет ли смысл рассматривать подобный автомобиль для покупки себе? Либо нет? Конечно, имеет. Но только при одном условии. Если вы сможете найти тот самый экземпляр, который в своем немалом возрасте будет ухожен и будет обслужен. И чем толще будет пачка заказа снарядов от предыдущего собственника, чем более фанатично он относился к поддержанию исправности состояния своего автомобиля, тем больше вы будете эксплуатировать эту машину без каких-либо особенных затрат и больших вложений. По своим потребительским качествам этот автомобиль вполне сохраняет все то, за что его когда-то любили. Это самый большой среди своих одноклассников полезный объем салона, возможности трансформации, ровный пол, столики, подстаканники, большое количество вещевых ящичков, а также весьма неплохие показатели топливной экономичности и динамики. По своим потребительским и эксплуатационным качествам этот автомобиль еще может дать фору многим современным кроссоверам. В частности, объем салона здесь беспрецедентный, а возможности его трансформации вкупы с ровным полом и большим количеством разного рода бардачков, ниш и подстаканников сделает эксплуатацию удобной. Особенно удобной в случае, если вы планируете использовать машину для дальних путешествий. Что касается расхода топлива и стоимости обслуживания, их также нельзя назвать особо разорительными. Но помните, что покупка подобного автомобиля в состоянии под восстановление, особенно если это касается кузова, который может потребовать немалого объема сварных работ, экономически нецелесообразна. Так что советуем особо не останавливаться на экземплярах, выставляемых по низу рынка, только если воскрешение подобных мертвецов не является вашей основной профессией. И в реалиях 2022 года, скорее всего, хороший достойный экземпляр второго кузова CR-V по своей стоимости вполне может сравниться с низом рынка уже следующей генерации. Так что, какой из автомобилей предпочесть, более простой по конструкции, но более старой, либо более современной, но где состояние техническое будет под вопросом, решать уже только вам. Ну, вот и все на сегодня. Если наш сегодняшний обзор был вам чем-то полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и пишите в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. А мы, в свою очередь, постараемся их для вас раздобыть и продемонстрировать, как говорится, лицом. Также, если у вас был или есть автомобиль Хонда ЦРВ второй генерации и вы проехали на нем не одну сотню тысяч километров и, соответственно, имеете в чем нас поправить или чем нас дополнить, обязательно указывайте в комментариях. Ведь людям, которые подбирают себе подобную машину, именно ваш комментарий может оказаться очень полезным. Спасибо за просмотр. Хорошего дня. Пока. Продолжение следует...